Компьютенты, тема сегодняшней нашей лекции – анализ движения денежных средств. Сначала давайте мы запишем план темы данной лекции. Первое – понятие денежного потока, система управления денежными потоками. Второе – методы анализа движения денежных потоков. Третье – отчёт о движении денежных средств, прогнозирование денежных потоков. Четвертое – модели управления денежными средствами и их эквивалентами. Давайте рассмотрим тезисы лекции. Что такое понятие денежного потока? Понятие денежного потока – деятельность предприятия, непрерывно связанная с движением денежных средств. Хозяйственные операции, осуществляемые предприятием, вызывают либо расходование денежных средств, либо их поступление. Непрерывный процесс движения денежных средств во времени представляет собой денежный поток. Это понятие является агрегированным, включая в себя различные виды денежных потоков, обслуживающих хозяйственную деятельность организации. В соответствии с международными стандартами учёта по видам хозяйственной деятельности различает три вида денежных потоков. Первое – по операционной деятельности, это основная деятельность, по инвестиционной деятельности и третье – по финансовой деятельности. По направленности движения денежных средств предприятие различает положительные и отрицательные денежные потоки. Положительный денежный поток – это совокупность поступлений денежных средств на фирму от всех видов хозяйственных операций. В качестве аналога этого термина используется термин «приток денежных средств». Отрицательный денежный поток – это совокупность выплат денежных средств предприятиям в процессе осуществления им всех видов хозяйственных операций. В качестве аналога этого термина используется термин «оттоп денежных средств». По методу исчисления объёма различают валовые и чистые денежные потоки. По уровню достаточности объёма различают избыточные и дефицитные денежные потоки. По методу оценки по времени различают настоящие и будущие денежные потоки. По непрерывности формирования в рассматриваемом периоде различают регулярные и дискретные денежные потоки. По масштабам обслуживания хозяйственного процесса различает денежный поток фирмы в целом. По видам деятельности, по отдельным структурным подразделениям, по отдельным хозяйственным операциям. По стабильности временных интервалов формирование различают денежные потоки с равномерным и неравномерным временным интервалом. Размер денежных потоков организации сопоставляет с прибылью организации. Прибыль является абсолютным показателем эффективности работы и источником жизнедеятельности организации. Увеличение темпов роста прибыли создает финансовую основу для самофинансирования деятельности, для осуществления расширенного воспроизводства и удовлетворения социальных и материальных потребностей. За счет прибыли выполняются обязательства организации перед бюджетом, банками и другими организациями. Однако между величиной денежных потоков и суммой полученной прибыли имеется различие, которое заключается в следующем. 1. Прибыль отражает учетные денежные и неденежные доходы в течение определенного периода, что не совпадает с реальным поступлением денежных средств. 2. При расчете прибыли расходы на производство продукции признаются после его реализации, а не в момент их оплаты. 3. Денежный поток отражает движение денежных средств, которые не учитываются при расчете валовой прибыли, амортизацию, капитальные расходы, налоги, штрафы, долговые выплаты и чистую сумму долга, заемные и авансированные средства. Наличие денежных средств не дает никакой прибыли, а во времени роста, уровня цен, деньги постепенно утрачивают покупательскую способность. Однако, несмотря на данные обстоятельства, наличие этих наиболее ликвидных активов обеспечивает максимальное снижение риска. Единственным реальным источником средств, получаемых в результате хозяйственной деятельности, является реализация, при которой полученная чистая прибыль увеличивает поступление ликвидных средств в форме денежных средств и депиторской задолженности. Ну, я думаю, что здесь вот все понятно, и анализ денежных средств мы в данном случае рассмотрели. Ну, рекомендуемая литература у вас есть на сайте Универ, первая лекция на этом закончена. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.